Друзья, привет! Ну что, есть у меня сотый крузачок, есть и праздник, есть восьмидесяточка, даже две восьмидесяточки. А вот семидесяточки у меня еще нету, так что вот он, крузак 70, вот в таком бюджетном исполнении. Получаем корпус, соответственно, Александровый, и наклейки будут в комплекте. Ссылка на него есть внизу, стоит копейки, покрасить, и вполне себе неплохо смотрится. Стоит копейки по сравнению с чем? А с тем, что продается в пластике. В пластике он стоит десятку минимум. Вот, так что подбираем шасси, здесь все просто. Нужно проходимую шасси, чтобы он не позорился на видео. А проходимая шасси у нас МСТХ, CFXW. Да, на порталах, значит, с кузовом пока у меня ранглера, но сейчас я его уберу, потому что давно реально не ездит, он мне что-то как-то поднадоел, и не катаю. Соответственно, база 313 мм, ставим кузов, меняем колеса, красим, ну а цвет вы уже в курсе, по превью на видео вы видели. Ну что, покраска завершена, честно говоря, ожидал большего. Я так и не понял, какой стороной ставить эти фонари, фары точнее его передние. И так, и так крутил, короче, фиг поймешь. Ну такая себе на самом деле тачка внешняя, спереди что-то не хватает, надо закрашивать решетку, видимо, ее в черный надо было красить, бампер может черный. Короче, ладно, буду думать, но сначала надо вообще подружить с шесткой. Ну что, вроде доделал, в принципе, можно выезжать, вот так вот получился. Корпус, конечно, весь кривой, прям вообще куча элементов. В общем, кое-как что-то здесь преобразил, что-то стало похоже на лендкрузер. Сзади, значит, вот так нагрузил, сейчас вам покажу решение, которое я здесь сделал, немного другое. Сзади нагрузил так вот всякого сюда барахла, чтобы было хоть видно. Наклейки, друзья, да, приобретайте. У меня один комплект, 50 рублей с доставкой по России уже. Все, тачка плюс 10 проходимых, 15 прочностей, короче, сами знаете. Итак, значит, приемник у меня спрятан вот здесь вот в боксе, вот в этом деревянном. Ну, короче, он влагозащищенный приемник, я его обработал, знаете, все, пластик 71. Есть видос на канале, смотрите. И дальше аккумулятор буду ставить здесь, вывел специальный разъем и засовывать вот туда. Вот таким вот образом, небольшой, 1300, 2200, емкость сюда без проблем входит. Вот так соединяем, все, провода здесь. Короче, доступ был, чтобы, потому что на крепление от МСТ, которое здесь изначально, мне не поставить аккумулятор, и здесь вообще места мало внутри остается. То есть, внутри только вот там регуль оставил, и все, больше ничего там нету. Добавил зеркал, снял с джипаря, который здесь был до этого. Собственно, дворники тоже самое. Ну, и так вот, по мелочи сюда бочки и прочее добавил. И колеса, как вы видите, поменял. Да, то есть, были 120-е, вот такие стали, поменьше, 96-е, насколько я не помню. Ссылку, кстати, вставлю на них под видео. Классный протектор, мягенький, за свои деньги. Стоят недорого, едут хорошо, для копейки самое то. Вот, единственное, только диски, конечно, обычные здесь пластиковые стоят. Не литье никакое. Штамповка. Ну, короче, в принципе-то на бездорожье, кто ездит на литье на таком ведре. Да вряд ли кто там. Линии кривоватые все, потому что корпус кривой, реально. Я не копейщик, я как бы не сижу здесь часами и вожусь с ним. То есть, провел, все, криво, пофиг, ничего не оттираю. Когда тачка будет грязная, там вообще без разницы будет, какие линии, кривые, не кривые. Вот, поэтому копейку не катаем. Ну, короче, вот так вот. Так, а, ну и аппаратуру, кстати, да, приемник я туда засунул. Нам нужно батарейки. Ну, а для отличной же оси, средненького корпуса и хорошей аппаратуры, мы поставим суперские батарейки от российской компании Photon. Это батарейки Photon X. Мощная серия, где еще больше мощности и энергии. Ну, а пока вы думаете, какие батарейки поставить в свою аппаратуру, я в своих аппаратурах использую батарейки Photon. Потому что хватает их надолго. Как говорится, поставил и забыл. Будь то это аппаратура с экраном или без, не имеет значения. В стандартную аппаратуру нам, как обычно, потребуется 4 штуки. Ну, хотя где-то есть и 3, 2, даже 8. Ну, и там Photon и без вопросов справятся. Причем хорошо эти батарейки, это своей стоимостью. Потому что посмотришь на стоимость конкурентов и понимаешь, что смысла переплачивать за какие-то аналоги вообще нет. Ссылки, кстати, внизу есть под роликом. Заходите, смотрите, где их купить выгодно. Сам давно ими пользуюсь и поэтому рекомендую вам. Поэтому, друзья, делайте правильный выбор не только автомобилей, но и батареек, ваши аппаратуры или любые другие электронные устройства, чтобы не разочароваться, а всегда получать удовольствие от управления тачек и не ловить файл сейф. Ссылки внизу есть. Заходите, смотрите и перейдем к тесту нашего крузака. Ну, давайте посмотрим, как едет этот позорный кузов. Блин, что ж так плохо смотрится-то, а? Друзья, ну, можете смело ставить 2 балла из 10 за этот кузов. Не больше, реально. Надо было брать Hard Body. Правда, он стоит где-то в 5 раз дороже, но смотрелся бы лучше. Хотя он мне, честно говоря, не нравится. Он такой квадратный. Итак, смотрите-ка. О, ничего себе, цепанул передним бампером. Кстати говоря, передний бампер прилично свисает. Ой, и задний тоже. И все ими сгребает. Да, смотрятся они, конечно, ну, в принципе, так нормально. Сбоку не очень, потому что видно все эти просветы и прочее. Да, но, в принципе, всегда есть шанс перейти на жесткий кузов, заплатить кучу денег и катать уже крузака нормального, так сказать. Хотя, я говорю, он мне не нравится. Он мне настоящий-то не особо нравится. То есть, какой-то весь квадратный, ну, реально древний. Поэтому я не готов тратить на него, сколько сейчас кузов там этот стоит, 10-12 тысяч рублей, чтобы иметь кузов, который не нравится. Так, давай. Ну, топовая резина, которая должна валить везде, не валит здесь. Обалдеть. Так, ну что, давай другую траекторию сейчас возьмем. Но плюс, конечно, то, что это Александровый кузов. У него нет проблем с центром тяжести, и он не перевернется. О, а вы видели? Нарывает, да, хорошо. Конечно, роет хорошо. Достаточно рыхлая поверхность, и поэтому заехать абсолютно не может никак. Ну, давай, я уже не знаю. Здесь уже склон становится все меньше и меньше, но прорывает просто. А, во, сейчас зацеп будет. Нет, не будет зацепа. Ничего себе, застряли на таком простецком препятствии, а? Давай, не позорься. Вот так вот, все. Да, друзья, пишите в комментарии, с кем провести сравнительный тест данного монстра. Хотя, не знаю, можно ли его назвать монстром. Но нужна копеечка. Тоже на маленьких колесах. Это у меня кто? Прадик есть у меня, да. Какие-нибудь микроавтобусы. Вот, давайте сравним с микроавтобусом. Посмотрим. Мне кажется, он сольется. Реально, микроавтобус его сделает. Хотя, учитывая, что он на нормальной шасси, это единственный плюс здесь, это то, что МСТ CFXW на порталах с крутым выворотом, да, вы заметили, выворот просто обалденный у МСТХи. Есть шанс победить всякие микроавтобусы, не едущие 4 на 4. Хотя, посмотрим еще, как они себя покажут. А вот тут мне интересно, он сможет выехать или нет. Вы думаете, как, что, что, где, когда, куда. Опаньки. Нормально так завалился. Давай. О, да. Если бы не было блокировок, то, наверное, сейчас бы там буксовало бы колесо и все. Но с полными блокировками проблем вообще никаких нет. Добрались до мощного съезда. Сейчас посмотрим. Смотрите, просто все деревья сносят, ветки валяющиеся. Но для него это огромные деревья. Вот он, передний бампер его. Да, беда данного автомобиля. Но так как он мягенький, то, наверное, есть шанс все-таки вот так вот раз. Он же подогнется все-таки, Александр. Кстати говоря, неплохо нагрузил. Нормально так смотрится. И учитывая, что там аккумулятор еще стоит, вообще круто. Оп. Вон, видели? Опаньки. Аккумулятор. Не копийно получилось. Так. И вот этот, конечно, свет сзади меня прям напрягает. Он цепляет им прям все абсолютно, где бы ни ехал. Обалдеть. Давай сюда. Посмотрим, заедешь, нет. Но, в принципе, неплохо карабкается. Клиренс достаточно высокий. Даже учитывая то, что мы сейчас на мелких колесах. На 96-х. Да, ссылки, напомню, внизу есть на них. А так что заходите, смотрите. Прикольная резина. Хороший протектор. Прям мощный. Роет. Прям грязь. Очень хорошо. Стоит бюджетно. Самое главное, стоит бюджетно. Для копейки самое то. Подходит по размерчикам. Вот. И все равно клиренс неплохой сохранился. Потому что мы на МСТ на порталах едем. Да. В этом, конечно, несомненный плюс. Берете тачку в 23-м году. Берете только на порталах. Посмотрим, как ты не копейно едешь. Ну, может, замедленно будет нормально смотреться. Сейчас доедем до супер-мега-препятствия. А, нормально. Амортизаторы отрабатывают свои деньги. Полный сток шасси. Напомню. МСТ еще, так сказать, дает жару. Да, всем своим конкурентам. Ну же, ну же. Мощный подъем сейчас будет. Я объясню. Он в яме. Не видно в камеру. Да, непонятно. И выезжает. Чуть-чуть пришлось дать газку. Еще, может быть, придется дать газку. Ну, давайте. Срывка немного. Да, из минусов, конечно, в МСТ это только редуктор. Все. Без какой-либо двухскоростной коробки. Здесь ничего не поделать. Приходится гонять так, как есть. Ну, еще мощное препятствие. Хотя, не знаю, для него будет мощное. Нет. Но приличный заезд такой. О, давай-давай-давай-давай-давай. О, ничего себе. Вот так вот поднялись полностью. Видно. Некопийщину. Все дырявое кругом. А реально оказался мощный заезд. Да. Так, смотрите-ка, ни в какую не может. Ну, потому что ямище огромное. Давай возьмем другую траекторию. Ничего себе. Он не может выехать из этой ямы. Газку. И все. Была бы двускоростная коробка или трехбаночный липоаккумулятор, то мы бы вообще выскочили на раз-два. Но я на 2С. Скромненько, не торопясь. Хотя есть три банки. У меня такой же маленький. Можно туда поставить. Емкость небольшая. Будет гонять недолго. Из минусов, конечно, этого отсека. То, что емкий аккумулятор не поставишь. 5000 никуда не влезет, чтобы гонять час. То есть, так скромненько, 2200 поставил. И погонять можно недолго. Ну что, друзья, ставьте, говорю, двойку за этот кузов. Ну, он реально кривоватый. То есть, прям сам по себе кривоватый. Освещения нет, ни подготовки под свет, ничего. То есть, только люстру ставить какую-нибудь. Либо что-то колхозить уже. Да, вот можно в противотуманочке, кстати говоря, поставить что-нибудь. Светодиоды как-то закрыть. Ну, в общем, это для копейщиков уже. Вот. Мне нужны боевые тачки. И поэтому ссылки внизу есть на данный кузов, на колеса. Так что заходите. Делайте правильный выбор автомобилей. И напомню, чтобы сделать правильный выбор автомобилей, смотрите мои сравнительные тесты на втором канале RCBR TV. Там, собственно, сравним данного крузака. Ну, а уже по осени мы загоним грязь. Когда будет гряземец, уже помесим грязь на нем. Да, уселись. И сравним с кем-нибудь. Так что, друзья, не ошибайтесь в своем выборе. А я побежал за трактором. Субтитры сделал DimaTorzok